Победителем турнира в Сент-Луисе стал Ливон Аронян с шестью очками из девяти. В шестом туре Магнус Карлсон сделал гроссмейстерскую ничью с Ароняном, в седьмом потерпел поражение от Грещука, а в восьмом туре поторопился в Эншпиле с Накамурой, после чего была зафиксирована ничья. В девятом туре унылая ничья с Аннандом, итог второе-пятое место. В партии с Грещуком после Е4, С5, конь Ф3, Д6, Д4, СД, конь бьет на Д4, конь Ф6, конь С3, А6, снова возник вариант Найдорфа в сицилианской защите. Конь Е2, Е5, конь Б3, слон Е7, слон Е3, слон Е6, ферзь Д3. Обычно здесь играют ферзь Д2, но Карлсон специально не идет на основные варианты, стремясь переиграть соперника в Меттельшпиле. Конь Б на Д7, конь Д5, рокировка, рокировка, слон бьет на Д5, ЕД. Раньше белые готовили рокировку в длинную сторону, что более остро, но Карлсон трактует позицию по-своему. Ладья С8, С4, конь Е8, ферзь Д2, Б6. Теперь поле А5 недостижимо для коня. Ладья А на С1, А5, конь А1. Странный ход, отдающий преимущество. Как мы увидим дальше, конь долго простоит в этом углу. Лучше было ладья С3, Ф5, ферзь С2, конь С7. Ж6, подготавливая перевод коня на Ф5. Б4, конь Ж7, БА, БА, слон Д3. Этим ходом белые препятствуют переводу коня на Ф5. Если здесь конь Б3, конь Ф5, конь бьет на А5, конь бьет на Е3, ФЕ, слон Ж5, конь С6, ферзь Б6, атакована пешка Е3. И у черных инициатива. Конь С5, стремясь уничтожить слона. Слон С2, белые сохраняют слона и продолжают контролировать поле Ф5. А4, ладья Б1. Естественно, нельзя слон бьет на С5, из-за ладья бьет на С5 и пешка А4 косвенно защищена. Слон бьет на А4, слон Ж5. И у черных материальное преимущество. Е4, вынуждая взятие коня на С5. Слон бьет на С5, ладья бьет на С5. Слон бьет на А4, ладья бьет на С4. Слон С6, конь Ф5. Конь прибыл на поле Ф5, на что последовало. Ферзь Е2. Оказывается, ладья Ф4 черных находится в подвисшем состоянии. Ладья С3, ферзь бьет на Е4. Намного хуже ладья Д4, из-за конь С2, ладья Д3, ферзь Е4, ладья С3, А4 и у белых преимущество. Итак, на 26-м ходу белые выиграли пешку. Ладья А3, ферзь Е2. Белые ошибочно оставили ферзя на линии Е. Следовало играть ферзь С4, слон Ф6, конь С2, ладья С3, ферзь А4, сохраняя преимущество и проходную пешку А. Теперь на линию Е с темпом выходит черный ферзь. Слон Ф6, конь Б3, ферзь Е7, ферзь бьет на Е7. Немного хуже ферзь С4, ферзь А7, конь С1, конь Д4, ладья Д1, ферзь С5. Конь бьет на Е7, конь Д2, ладья бьет на А2. Черные отыграли пешку и теперь игра равна. Конь С4, ладья Д8, Ж4. Опять ошибка. Теперь черные несколькими ходами выигрывают пешку Д5. Слон Д4, ладья Б на Д1, слон С5, ладья Д2, ладья бьет на Д2, конь бьет на Д2, конь бьет на С6, ДС, ладья С8, конь Е4, ладья бьет на С6, ладья Д1, Х6, Х4, король Ф8. Король черных идет на помощь своим фигурам и пешке. Король Ж2, король Е7, ладья С1, ладья С8, король Ф3, конь Е6, ладья С2, ладья С7, Х5, Ж, Ж, Х, слон Б6. Предлагаю размен ладей. Ладья Е2, белые уклоняются от невыгодного размена, слон Д4, король Ж3, Д5, конь Д2, шах, король Ф5, король Ж2, слон Е5, конь Ф3, слон Ф6. В этой позиции слон лучше коня. Ладья А2, ладья Д7, конь Е1, ладья С7, король Ф3, слон Ж5, ладья А5, король Е5, король Е2, король Е4. Ладья А4, шах, д4, Ф3, король Д5, соперники находятся в сильном цейтноте. Ладья А5, шах, король С4, конь Д3, ладья Е7, шах, ладья Е5, ладья Е6, ф4, слон Ф6. Ладья бьет на Ф6, ФЕ, конь Ф2, решающая ошибка. Следовало играть король Д2, слон Д8, конь Е5, шах, король Д5, конь Д3, однако и здесь положение белых очень тяжелое. Слон Е7, конь Ж4, король С3, Ф5, ЕФ, конь бьет на А6, король С2 и белые сдались. Один из вариантов, король Ф3, Д3, конь бьет на Ф5, слон С5, ограничивая передвижение коня, А6, Д2, король Ф4, Д1, ферзь. Продолжение следует... Продолжение следует...